Это был крайне глупый противник, а кью которого явно было отрицательно, что за свои глупые... Майни, вновь с вами, всем привет, и сегодня у нас реакция на видос канала Звездный Капитан, и это судьба Мегамозга и Титана после событий мультфильма. Будет очень интересно, потому что Мегамозг это мой самый, ну ладно, не самый, но один из самых любимых мультфильмов, потому что... Ну он классный, ну правда, героя, довольно харизматичного, блин, давайте смотреть, что же там происходит дальше. О том, чем занимался наш любимый голубой башковитый злодейский мегамозг, после событий основного мультфильма и его дополнения Кнопка Судьбы. Чё, Влада... А, я видел, я видел, оно и здесь лептофуд шло. Карткометражечка была, да, вспомнил. Итак, поехали. Про некоторые сегодняшние моменты я рассказывал в крайне сжатом виде в роликах про способности Мегамозга, Мачо Мэна и Титана. Сейчас же я поведаю вам эти истории целиком, плюс расскажу и про совершенно новые приключения Яйцеголового. Первая история... Кстати, ребят, если вам захочется, я могу сейчас сделать реакцию на Далбека, все минусы этого мультфильма, вот, все ляпы, вот. Та из игры Мегамозг Ultimate Showdown. Начинается всё с того, как наш герой наконец-то очистил улицы Метро Сити от преступности. Почему я вот это не играл? Я обожал Мегамозг. Мегамозг. По телефону Роксане сообщили, что во всём виноват роковой синдикат, новая преступная организация, только что вторгшаяся в Метро Сити. Мегамозг сразу понял, где произошёл суперхлопок. В его логове. Прибежав на место, он обнаружил вырубленного миньона, который, придя в себя, сообщил, что их убежище было обчищено практически под ноль. Вынесли всё самое ценное. Печально. Синюю ионную нанокинетическую энергою. Или просто Синке. Читается именно так, и я понятия не имею, что это. Частицу Мачо Мэна, дарующая силу тому, в кого она попадёт. И много других супер-пупер изобретений. Но самое главное. Была похищена Мегаэссенция, или проще говоря, ДНК Мегамозга. Прислужник подтвердил, что воришками были суперзлодеи из рокового синдиката. Нужно было расследовать это безобразие как можно скорее. Для начала Мегамозг отправился... Слушайте, а выглядит довольно симпатичная игра. Надо будет поиграть. Я обожаю игры по моим любимым мультфильмам. Хотя, бывает, они чаще всего такие себе. Но, слушайте, это выглядит довольно неплохо. Синдикат перевернул тут всё вверх дном. Уничтожив большую часть экспонатов. Победив мелких прислужников суперзлодеев, Синяк нашёл часть устройства для отбеживания ДНК. Которое было украдено из его логово и разобрано на части. Также герой выяснил, что за всем стоит некий синий титан. Следующая остановка – центр города, в котором происходила какая-то подозрительная деятельность. Без разрешения возводились какие-то постройки и прикрывались целые улицы. Тут Мегамозг нашёл ещё несколько украденных у него предметов. Включая Теслу-рукавицу и ещё одну часть следящего устройства. Прикольно. Это чем-то похоже, знаете, на Рэчета. Что-то в этом есть. То есть такое как... Реально, что-то похоже на Рэчета, тоже разное типа оружие и... Это интересно. Повстречал наш герой первого суперзлодея по имени Разрушительный Работник. Это был крайне глупый противник, IQ которого явно было отрицательное. Из-за своей глупости он даже когда-то не шёл с рук, которые были заменены протезами с какими-то опасными самов... При этом Работник был очень сильным злодеем, но Мегамозгу он был неровней. Следующей целью была подземка. Оказалось, что кто-то выпустил странный газ, который превращал местных бомжиков в агрессивных фиолетовых хипарей с музыкальными инструментами. Мегамозг смог вернуть ещё кое-какие украденные у него изобретения. Капец, так просто превратили в опасных, как надо было вернуть в обычное состояние. Он такой, ааа, пофиг, ток. Поцикки такие, мы даже не хотели никому убывать, нас застали. Ждал ещё один суперзлодей по имени Психоделик. Это был полностью сумасшедший, помешанный на танцах и ядовитых газах мужик. А спятил он, надышавший своими же собственными изобретениями. С этими газами. Жокера и Пугал из вселенной Бэтмена. В конце концов, Мегамозг спустил чокнутого ушка в шлюзы. Но мы отмудохали этого говнюка и сбросили его в шлюзы. Так что всё схвачено, растопыривай прибор. После этого нашего героя вызвали опять в центр. По всему городу появились странные розовые вспышки, нужно было понять их природу. Оказалось, что в своем винове суперзлодейка горячая флешка, владеющая телекинезом и телепатией. Она могла своими мыслями брать людей под контроль или вовсе... Прикольно, что игра идёт не по оригинальному сюжету мультфильма, или пытаясь, типа, как немножко от него отходить, а именно по новому, именно как продолжение мультфильма. Это очень круто. ...целые районы, из которых после этого нельзя было выйти или наоборот войти в них. Более того, флешка оказалась подружкой главы рокового синдиката, того самого загадочного синего титана. Супер-пупер злодея, не уступавшего Мегамозгу по уровню интеллекта. И мачо-мену по уровню физической силы и прочности. Победив всех при хвостне горячей флешке, наш герой встретил её саму. Он без особых усилий её чпокнул, забрав фрагменты ДНК синего титана. Ну, вы понимаете, в каком смысле, да? И последняя часть устройства слежения. Ну, то есть, пиу-пиу, стрелял в неё. Теперь можно было выследить и самого главу рокового синдиката. Оказалось, что синий титан был в данный момент в городской ратуше. И это был не кто иной, как сам Хэл Стюарт, главный злодей из основного мультфильма. Он смог сбежать из тюрьмы, после чего организовал роковой синдикат. Он посинел! Спаситив ДНК Мегамозга и Мачо-мену, он вёл их себе, став не только суперсильным, но и невероятно умным. Но в итоге герой смог одолеть его и при помощи экстрактора выкачал из него все похищенные ништяки. Сделав опять обычным. Всех злодеев отправили в тюрьму, а Мегамозг стал праздновать победу. В следующей истории с прислужником случилась одна неприятность, которая чуть не стоила Мегамозгу жизни. По сюжету герой изобрел новое устройство, обратите 5 тысяч. Функция у него была простая и геннальная. Никогда об этом не подумал. Он менял личность любого существа. То есть был человек злым, а после обратителя стал добрым. Для проверки устройства синяк засунул в него огромную плотоядную мухоловку, надеясь сделать из неё букет роз. Прислужник, состоявший в обществе уважения растений, сказал, что он не позволит издеваться над бедной мухоловкой. После чего полез в обратитель, чтобы её вытащить. Но Мегамозг был слишком увлечён процессом и не услышал слов миньона. Герой нажал кнопку, заколпавив своего прислужника внутри устройства. Выбравшись из него, Рыбкинс почувствовал себя по-другому. И первым делом уволился, поняв, что он терпеть не может синего чмошника. Мегамозг был и решил, что это шутка, и сказал, что его друг не получит за это десерт. Но прислужник, взявший себе имя мастер-прислужник, швырнул синяка на пол и отметил, что в городе явно не хватает нормальных преступников. Пришло время показать жалким жителям метро-сити, что такое настоящее злодейство. После этого мастер-прислужник ушёл. Мегамозг позвал Роксану, чтобы она помогла ему найти друга. И уговорить его вернуться. Неловко получилось. Если бы они не искали, мистера Рыбы нигде не было. Тогда герой вспомнил, что на робот-елеминьон установлен датчик слежения. Придя в нужное место, парочка обнаружила лишь бомбу. И еле-еле смогла унести ноги. Вскоре прислужник сделал публичное появление. Он ограбил зоомагазин и объявил себя новым боссом преступного мира Метро-сити. Мегамозг решил действовать хитростью. Он решил, что если у него появится новый прислужник, то его друг обзавидуется и вернётся обратно. Синий стал искать подходящий. Чисто типичная тактика девушек, знаете-ка. Ладно, так и парни, которые поступают. Объективно так поступают. Не все девушки, не все парни. Но когда типа, ну сейчас я себе новую девушку найду, и всё, моя старая вернётся ко мне. Это так не работает, ребята. Синий оказались бестолковыми. Мастер-прислужник тем временем успешно обчищал магазины, музеи и банки. Мегамозг был не в состоянии его остановить, ведь Миньон был всегда на шаг впереди. Поэтому Синяк решил выманить нового преступного босса. Он созвал пресс-конференцию и заявил, что вызывает Мастера Миньона на поединок один на один. Рыбка не заставила себя ждать. Завязалась потасовка с использованием разных изобретений. В итоге Мегамозг хитростью заставил прислужника напялить компактный обратитель. Выдав его за прибор по удалённому контролю любых живых существ. Его друг стал прежним. А Синяк усвоил урок и начал относиться к своему напарнику более уважительно. Фух. А то он не такой хороший дом. Блин, круто. Я так на самом деле рад, что столько есть контента по Мегамозгу. Но это будет на самом деле... Когда-то прочитать эти комиксы, я думаю, они не сильно длинные. Я думаю, надеюсь, что они есть на русском языке. Так как он выполнял всю второстепенную работу в логове Синяка, то в отсутствие прислужника Мегамозг превращался в почти полностью беспомощное существо, не способное найти еду, носки и кнопку отключения бомбы. Так случилось и в этот раз. Миньон собрался на отдых и сказал, чтобы босс ничего не трогал до его возвращения. Дело еще было и в том, что после того, как парочка стала героями, они избавились не ото всех разрушительных изобретений. Не было времени. Прислужник уже ушел, а Синяку понадобились средства по уходу за лицом. Само собой, он решил, что их можно получить, нажав заманчивую красную кнопку на одном из пультов. Ну не совсем он Мегамозг, ну бывает. Шо поделать? Только это случилось, большой фрагмент города был вырван подземной установкой, спрятанной там много лет назад. Когда Мегамозг был злодеем. Тут же по всем каналам вышло записанное когда-то сообщение с угрозами от Синего. Он пообещал отправить фрагмент города в космос. Старт планировался через 15 минут. Мега с жопа приехал к Роксане, которая как раз вела репортаж о происходящих ужасах. Он попросил ее рассказать, что это все было недоразумением. Девушка же нашла у него в кармане пароль для деактивации запуска, оставленный миньоном. Пароль деактивации? Деактивация. Ура! Везти его Синяк конечно же не успел. И кусок города вместе с героями устремился в космос. Тот Мегамозг получил записанное сообщение на поминалку от прислужника. На тот случай, если он решит нажать красную кнопку в логове. Оказалось, что поблизости был спрятанный пульт управления кораблем. Используя его, Синячелла смог с горем пополам посадить. Или скорее уронить звездолет с куском города обратно на свое место. Ну, почти на свое. Разрушения были огромными, а толпа жителей в ярости. Но наш герой пообещал все восстановить. Вот это герой! В восстановлении должна была быть еще одна красная кнопка. Ура! Восстановили! Это все на сегодня. Хороший ролик. Находившаяся тут Роксана Ричи спросила... Ребята, ссылка на оригинал в описании. Блин, Мегамозг великолепный мультик. Мне он очень нравится. И это, если что, подписывайтесь еще на мой канал. Мне было бы тоже очень приятно. И всем удачки. Всем пока-пока. Пау! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова